Здравствуйте, уважаемые зрители! Совсем скоро, с 1 по 5 августа, в Ульяновской области пройдет 14-й международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Михайловны Леонтьевны. Подробно о мероприятиях фестиваля и гостях его сегодня нам расскажет министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Евгеньевна Сидорова. Евгения Евгеньевна, здравствуйте! Добрый день, Ирина! Добрый день, телезрители! Традиционно фестиваль проходил в мае, но в этом году перенесли дату. В связи с чем? В этом году фестиваль будет проходить под эгидой «Столетие Валентины Михайловны Леонтьевой». 1 августа Валентине Михайловне исполнилось бы 100 лет, поэтому дирекция кинофестиваля посчитала правильным, вышла с изменением сроков. Мы поддержали, 100 лет бывает один раз, поэтому и срок такой, 1-5 августа. И, конечно, все мероприятия будут посвящены Валентине Михайловне традиционно, и в программе есть много того, чего не было ни на одном из кинофестивалей. О, вот это интересно, уже интрига. Ну, если говорить подробнее о программе, я, наверное, начну с того, чем отличается кинофестиваль в этом году. Во-первых, в этом году впервые будет работать фестивальный дом. Этого не было в предыдущие 13 фестивалей. Мы его создаем в Государственном областном театре кукол имени Валентины Михайловны Леонтьевой. И все пять дней кинофестиваля ежедневно с 12 до 22 часов фестивальный дом будет работать. Это просмотры кино, это творческие встречи, это обсуждение. Открытие фестивального дома состоится 1 августа, в день рождения Валентины Михайловны. Давайте остановимся подробно, во сколько открытие, где именно в театре будет располагаться, или он займет весь театр? Я не буду вам открывать всех секретов, что такое фестивальный дом, как он будет организован. Вы это увидите все, когда вы придете на открытие фестивального дома. А если мы говорим о 1 августа, о дне открытия фестиваля, то традиционно он начнется с возложения цветов к памятнику Валентины Михайловны. Далее мы откроем звезду народного артиста Андрея Соколова на Аллее звезд. Вы сразу уже открываете. Да, потому что эти два процесса всегда были объединены. Здесь, наверное, в этом есть какая-то обоснованная правильность. Раз мы находимся рядом с памятником, и мы открываем в этот день кинофестиваль. Далее мы пойдем открывать фестивальный дом вместе с народным артистом Андреем Соколовым и президентом кинофестиваля Владимиром Ивановичем Хатиненко. И уже через какое-то небольшое короткое время, в 2 часа, будет открываться выставка «Дорогая тетя Валя», выставка в Крывеческом музее. Она представлена из фондов музея-экспозиция. Это фотодокументы, это просто письма телезрителей, которые Валентина Михайловна получала. Это ее личные вещи. И в этот же день в 6 часов вечера пройдет церемония открытия кинофестиваля, которая завершится творческим вечером Андрея Соколова. И я полагаю, что этот формат очень любим нашими земляками и гостями, когда мы говорим о том, что такое фестиваль, когда мы, конечно, в день 100-летия Валентины Михайловны соприкоснемся с Валентиной Михайловной, которую, может быть, мы не всегда представляли в наших фестивалях. Вот наша режиссерско-постановочная группа очень внимательно посмотрела на последние годы жизни Валентины Михайловны, в том числе тогда, когда она здесь жила у своей сестры в поселке Новоселке Меликесского района, там, где находится ее могила. И мы посмотрели последнее интервью. И вот как раз церемония открытия, пролог церемонии открытия, он будет посвящен одной цитате, которую режиссер услышал в интервью Валентине Михайловне. На мой взгляд, эта цитата демонстрирует великую силу Валентины Михайловны человеческую, ее неповторимую тактичность, деликатность и, конечно, ее желание жить. Она уже это интервью давала незадолго до смерти, поэтому, вот, услышав одну очень важную цитату, в ее интервью режиссерская группа строит на этом пролог. Рассказывать я, конечно, не буду всех деталей и нюансов. Это должно оставаться в таинстве до самого открытия. Открытие предваряет, конечно же, звездная дорожка традиционная. В этом году мы повторяем формат звездной дорожки прошлого года, когда мы не только представили московских звезд, включая хедлайнера, но мы еще и пригласили в прошлом году наших региональных звезд, медийных людей, внесших значительный вклад в развитие культуры, искусства, вообще в целом в развитие региона. В этом году мы повторяем этот формат, и поэтому вместе с нашими приглашенными гостями, с ведущими церемонии, заслуженной артисткой России Полиной Агуреевой и актером Федором Малышевым, ее супругом, вместе с хедлайнером Андреем Соколовым, вместе с президентом кинофестиваля Владимиром Ивановичем Хатиненко, ее супругой, вместе с программным директором кинофестиваля Инной Васильевой. На дорожку выйдут те, кого мы считаем своими земляками, но они уже москвичи, это заслуженный артист России Владимир Демидов и Владимир Потапов, те, кто являются уроженцами Симбирской губернии, это Руслан Витренюк, успешный продюсер, который давно в регионе не живет, но вот в последнее время мы много слышим о нем, и он много с нами сотрудничает. И, конечно, это те, кто живут в регионе, это наши артисты театров, те, кого мы считаем нашими региональными большими звездами, это наши телеведущие, будет одна семейная пара, Людмила Сангишенко пройдет по звездной дорожке, потому что она отдала много-много лет телевидению, поэтому вот такая будет звездная дорожка. Я полагаю, что предложение режиссерской постановочной группы очень правильное, потому что это кинофестиваль, который проводит регион, и поэтому его региональная составляющая должна быть представлена и на звездной дорожке. Поэтому вот таким будет 1 августа днем, очень наполненным, начиная с 12 часов дня и завершая, ну, я полагаю, почти, наверное, до 9 вечера. Поэтому надеюсь, что Андрей Соколов сегодня ведь является еще и президентом детского кинофестиваля в Артеке. Он эту эстафету принял после того, как из жизни ушел народный артист Советского Союза Василий Луновой. Ранее Василий Луновой возглавлял вот такие фестивали. Поэтому, как-то, понимаете, красиво получилось, вот именно красиво. У нас фестиваль семейный, и внутри программы есть детская программа. И хидлайнер сегодня, народный артист России Андрей Соколов, еще и курирует большой детский кинофестиваль в Артеке. Как-то все очень получилось символично. Кстати, этот фестиваль летом тоже проходит. Он проходит тоже летом. Что касается детской программы, она представлена разнообразно. Она представлена программами про фиксиков, она представлена детскими интересными современными сказками российских кинематографистов и армянских кинематографистов. К нам приедет Арсен Аркелян, продюсер из Армении. Он у нас несколько лет назад был уже на кинофестивале. И он будет представлять как раз в детской программе, как представитель этого государства, будет представлять детские армянские сказки. Поэтому программа-то кинофестивали вообще рассчитана на очень широкий круг возрастов. Это и детская аудитория, это и молодежная аудитория. Для молодежи будет специальный день, 4 августа. День, когда мы здесь в рамках международного лагеря Брикс. Вот тоже так совпало в эти дни будет проходить в Ульяновске международный лагерь Брикс. И поэтому 4 августа во дворце губернаторский будет молодежная вечеринка. Я бы даже вот так назвала. Она начнется нетрадиционно на крыльце дворца культуры губернаторский. А далее 60 представителей стран Брикс, участников международного лагеря. Много. Очень много вместе с нашей молодежью будут смотреть премьеру фильма «Достоевский межконтинентальный». Уже в концертном зале губернаторского. И ведь международная часть кинопрограммы, она тоже, собственно говоря, достаточно даже в сегодняшних реалиях и в предлагаемых обстоятельствах, она интересна. Это кинематография Беларуси, Армения, как я уже сказала, Таджикистана, Узбекистана, Бангладежа. То есть как раз стран, участников, собственно, Брикс. Поэтому здесь я думаю, что когда нам задают вопрос, я уж может быть на опережение, Ирина. Вот международный кинофестиваль, но сегодня мы не видим на звездной дорожке. Я хотела бы задать этот вопрос. Но мы не видим сегодня на звездной дорожке артистов из зарубежья. Да, мы не видим. Мы сегодня живем в предлагаемых обстоятельствах сегодняшнего времени. Но кинофестиваль – это в первую очередь программа кино, кинопрограмма. И, скажем так, эксперты кинофестивалю, насколько он успешен и хорош, дают не по количеству звезд, приехавших на кинофестиваль, а по программе самого кино. И здесь в этом смысле программный директор работает с самого первого кинофестиваля, Инна Васильевна Васильева. И из 300 заявок, то есть, представляете, она посмотрела 300 работ. Это художественное кино, документальное кино, это видеоработа. Отобрано ей в программу кинофестиваля 55. То есть, всего каждая шестая заявка попала. А в этих 55-11 премьерных фильмов, 10 фильмов детского кино, ну и далее по убывающей количество международных фильмов – 9. Так вот, как раз международный кинофестиваль, поэтому и называется международным, что в программе кино есть кино зарубежное. Поэтому здесь мы обманом не занимаемся точно. И я хочу пригласить всех жителей Ульяновской области с семьями прийти на кинопрограмму. Потому что кинопрограмма сохраняет до сих пор безвозмездную основу. Вы можете прийти на любой фильм бесплатно, посмотреть его, конкурсный летофильм, внеконкурсный летопрограмма. Если вам удобно было бы попасть и быть уверенным, в приложении «Культура 73» есть нулевые билеты. То есть, на всю кинопрограмму мы разместили в приложении нулевые билеты. Вы можете этот билет себе приобрести электронно и пойти посмотреть кино. Вот как бы если о кинопрограмме. И в кинопрограмме есть еще очень важная часть, которая тоже впервые. Это 3 августа. Это день белорусского кино. День этот будет проходить в фестивальном доме. К нам, Республикой Беларусь, сюда делегирована сценарист, продюсер, режиссер Елена Турва. И она будет журить нашу конкурсную часть кино. И она же будет представлять кинематограф Белоруссии. 3 августа в фестивальном доме. Прямо с самого утра. По программе нужно посмотреть по часам, что такое день белорусского кино. Там 7 видеоработ представлено. Поэтому мы будем активно продолжать сотрудничество с Республикой Беларусь. В планах у губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских. Осенью есть бизнес-миссия в Республику Беларусь в октябре. Поэтому для нас очень важно было на кинофестивале отдельной строчкой представить белорусский кинематограф. Сегодня он считается зарубежным. Поэтому и Елена здесь. Поэтому и представитель Белоруссии по звездной дорожке также будет идти. Это что касается каких-то моментов, о которых я сказала. Евгения Евгеньевна, раньше в муниципальных образованиях тоже касался кинофестиваль. Там что-то будет? Конечно, в кинофестивале формат сохраняется. И это 52 показа кино. Это творческие встречи. Сегодня у нас запланировано 13 творческих встреч. Географически это все районы Юга Ульяновской области. Все 5 районов. Это Старая Майна и Майна. Это Ундры. Это Ишеевка. Это Сенгелей. Это, конечно же, Димитровград и Ново-Ульяновск. И вот в Димитровград 1 августа Андрей Соколов творческую встречу проводит в Ульяновске. А 2-го Андрей Соколов со своей программой будет в городе Димитровграде. А вот наши земляки, которые сегодня заслужены артисты, в начале, да, я о них говорила, о принципе, звездной дорожке, они как раз будут в этом году участниками творческих встреч в муниципальных образованиях с представлением кинопрограммы. Конечно, да, все будет. Это хорошо. В конкурсную программу какие фильмы вошли и будут ли в этой программе наши ульяновские фильмы? В конкурсную программу вошел один наш фильм «Ульяновский. Балалайка 2.0». Он вошел в конкурсную программу документального кино, поэтому мы будем держать кулачки за наших ребят, киношкольников. У них уже этот опыт успешный. Очень мы надеемся, что жюри даст высокую оценку. Балалайки 2.0. А в целом в конкурсной программе много фильмов? В целом в конкурсной программе, если я не ошибаюсь, 28 фильмов. Или 27, или 28. Вот конкурс 55 поделить пополам, вот, наверное, 27 в конкурсной, 28 в неконкурсной программе. 10 заявок из Приволжского федерального округа, включая нашу одну балалайку 2.0. Итоги подведут уже 5-го числа, да? Итоги подведут 5-го числа. Председатель жюри Владимир Александрович Грамматиков приедет к нам 3-го августа. Он сам лично будет проводить заседание жюри. Это всегда заседание закрытое, оно без участия СМИ. Обсуждение всегда проходит достаточно, как сказать, бурно. Не всегда легко дается жюри решение. По-разному бывает, но это всегда очень профессиональное обсуждение. И вот я люблю бывать на заседании жюри. Я не являюсь членом жюри, но мне просто сам процесс приносит массу профессиональных каких-то эмоций. Спасибо, Евгения Евгеньевна. До свидания. Я, наверное, бы Ирина еще хотела. Я просто ждала, что вы меня спросите что-нибудь про СВО. Поэтому, может, вы вопрос зададите? А как-то в кинофестивале есть тема связанная? Вот я этот день, 2 августа, прям отдельно расскажу. Хорошо. Отразится ли в кинофестивале сегодняшняя ситуация, связанная со СВО? Да. В кинофестивале есть день, 2 августа. Это день воздушно-десантных войск. И поэтому этот день мы посвящаем героям-десантникам и сегодня героям тем, кто проходит службу в рамках специальной военной операции, тех, кто вернулся. Это специальное мероприятие для 31-й бригады, для семей, для самих военнослужащих, прибывших, да, со СВО. То это мероприятие будет по специальным пригласительным. И гостем вечера будет Борис Галкин с супругой. Выбор тоже определён непросто. 31-я бригада попросила, чтобы творческий вечер был с участием Бориса Галкина. Ну, а до выхода Бориса Галкина это будет формат от всей души. Вот тот самый формат, который когда-то мы видели в телеэкране с участием ведущей Валентины Михайловны Леонтьевой. Поэтому в нём даже построение самого хода этого вечера будет, ну, практически один в один, так, как это делала Валентина Михайловна. Поэтому там тоже будет эмоциональный момент, как это было в передаче от всей души, но о нём я сегодня говорить не буду. И 2-го августа у нас есть ещё одна тема, о которой я, кстати, мало говорю. Это тема указа президента, связанная с годом педагога и наставника. В педагогическом университете в этот день, 2-го августа, мы проведём круглый стол «Кино как учитель». И в рамках этого круглого стола спикерами там, кстати, будут выступать Огуреева Полина и её супруг Фёдор Малышев. И он представит даже, кстати, он представит свой фильм как режиссёр. Фильм называется «Быть молодым» с таким небольшим обсуждением зрительской конференции. И этот фильм, он тоже касается темы последних двух лет, темы присоединения к нам новых территорий, потому что в этом фильме будет рассказываться про молодых людей в Москве и Донбассе и ценностях этих молодых людей. Здесь с нами вместе ещё, конечно, будет работать Дмитрий Якунин. Это человек, который занимается молодыми кинематографистами. Он заместитель исполнительного директора фонда поддержки регионального кинематографа, продюсер. Он был у нас тоже на кинофестивале, наверное, года три назад. Поэтому он примет участие в этом круглом столе. Здесь с нами будут наши друзья-кинематографисты из Татарстана и Башкирии. Поэтому для нас важно в этом году тему указа президента в кинофестивале также отобразить. Ну и, конечно, в кинофестивале всегда был принят вечер памяти Валентины Михайловны, который шёл в областном театре «Кукол». В этом году такого вечера не будет. Но будет вечер, на котором автор книги о Валентине Михайловне Геннадий Дёмочкин во дворце книги как раз посвятит и встретится с читателями, со зрителями для того, чтобы поговорить о Валентине Михайловне. Но персона, которую Валентина Михайловна узнала, у нас всегда на кинофестивале, именно в рамках этого вечера, были те, кто работали с Валентиной Михайловной на телевидении. В этом году будет её ученица, очень титулованная ученица Лия Михайловна Загедульна. Поэтому мы увидим ещё одну персону, которая лично имела счастье работать с Валентиной Михайловной. Спасибо большое. Пожалуйста, я очень надеюсь, что зрители получат удовольствие. И получат удовольствие и от церемонии открытия, и от церемонии закрытия, где мы будем вручать призы в номинациях, и далее это всё закончится творческим вечером. Екатерина Гусева с её дочкой Анной и группой, с которой Екатерина работает. Сегодня Екатерина достаточно медийная, известная. Мы видим её весной и летом в телепроекте «Две звезды» как раз дочерью Анной. Поэтому я полагаю, что программа настолько разнообразна. Я просто ещё раз повторюсь. Это встречи с артистами, которых мы любим. Это кинопоказы, это молодёжная вечеринка, это дни белорусского кино, это выставки. Вместе с выставкой, о которой я сказала, мы ещё откроем выставку, связанную с нашим ульяновским кинематографом. Она вся основана на архивных документах. Она будет открыта во дворце книги. Поэтому это 110 событий в течение пяти дней. 110 событий на 48 площадках. Я полагаю, что жители Ульяновской области должны каждый для себя составить такой план, где он с первого по пятого будет находиться, чтобы быть соучастником Международного кинофестиваля имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Действительно насыщенная программа. Спасибо большое. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Следите за программой кинофестиваля и готовьтесь. До свидания. Спасибо. До свидания. Пошли. Продолжение следует...